Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков. В данном видео мы обсудим новость, касающуюся ареста человека, который, возможно, знает, где находится оружие Игнатова. Итак, несколько дней назад на известном сайте BehindMLM была опубликована статья «Отмыватель денег Ван Коэн Франк Шнайдер арестован во Франции». Итак, давайте ознакомимся с материалом. Франк Шнайдер, ключевая фигура в операциях Ван Коэн по отмыванию денег, был арестован во Франции. Считается, что Шнайдер также сообщил Руже Игнатовой о том, что ФБР ведет расследование против нее, что привело к ее исчезновению. Шнайдер разыскивается властями США за участие в Ван Коэн, финансовой пирамиде, на 4 миллиарда долларов. Помимо того, что Шнайдер предупредил Руже Игнатову о слежке со стороны ФБР, он также выполнял для Ван Коэн грязную работу. Через свою компанию Sandstone SA Шнайдер привлек британскую пиар-фирму Chalgate. Chalgate, работая с юридической фирмой Carter Rock, лоббировала интересы Ван Коэн перед британскими властями. Это привело к тому, что Financial Conduct Authority, главный финансовый регулятор Великобритании, отозвал предупреждение о мошенничестве с ценными бумагами, вынесенное Ван Коэн. Отзыв FCA был одним из худших примеров халатности европейских регуляторов в отношении Ван Коэн. Действительно, я помню, что несколько лет назад было такое сообщение, что британские власти не имеют вопросов к компании Ван Коэн, и партнеры Ван Коэн это преподносили. Вот смотрите, что у нас все нормально, все легально, и у властей к нам никаких вопросов, ни претензий нет. И, по сути, из данного материала следует, что именно к этому непосредственно приложил руку господин Шнайдер, и здесь даже показано, что он действовал через определенные фирмы, чтобы добиться такого результата. Шнайдеру, бывшему сотруднику секретной службы Люксембурга, до сих пор удавалось избегать ареста. Как сообщает издание Republican Lorraine, Шнайдер был задержан властями по международному ордеру на арест в городе Жудревиль. Его арестовали в этот четверг, когда он готовился пересечь границу Люксембурга. Жудревиль находится примерно в 30 минутах езды от границы с Люксембургом. После ареста Шнайдер был взят под стражу и перевезен в столицу региона Нанси. Там он содержится под стражей в ожидании запроса об экстрадиции от властей США. То есть получается, что Шнайдер был не просто арестован во Франции, а он был там арестован, видимо, по требованию или по наводке властей США. Сейчас он во Франции арестован и будет экстрадирован в Соединенные Штаты, где ему также, по всей видимости, будет предъявлено обвинение, как и другим арестованным. Пока мы не получили никаких известий от американской стороны, надеемся, что после экстрадиции Шнайдера мы получим доступ к обвинительному заключению с подробной информацией. Если кто и знает, что случилось с Ружей Игнатовой после ее исчезновения в 2017 году, так это Франк Шнайдер. Ну что ж, это интересное предположение. Может быть он знает, а может быть не знает. Это уже покажет время. В любом случае, будем следить за новостями. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова